Начать мне хотелось бы с того, чтобы рассказать, почему мы вообще столкнулись с этой темой открытых лекций и начали здесь что-то делать. Еще до, собственно, темы моей лекции. Я думаю, что многие из вас знают, что такое МООС. Знаете? Нет. Как это расшифровывается? Не-а. Это английская аббревиатура. Massive Open, Open без «и», по-моему, да? Online Courses. Масштабные открытые онлайн курсы, да? Это реалия последних нескольких лет, когда некоторые университеты, в первую очередь Стэнфордский университет, Калифорнийский университет, в котором я побывал впервые не так давно, в 2011 году. Очень красивый такой большой университет на пространствах Стэнфорда расположенный, куда можно свободно зайти, походить, погулять. Там учился Билл Гейтс, там выступал с лекциями бывший глава компании Apple, его коллеги, Стив Джобсон, ну и много кто еще. Значит, MIT, Массачусетский университет, начали создавать лекции, которые записываются на видео и выставляются в открытом доступе в интернете. Значит, это два проекта, ну, собственно, Эдекс – это Стэнфордский проект, и Курсеры – это MIT-шний проект, если я не ошибаюсь. Ну и ряд других. Вот Хан Академия – это проект открытых вот таких записанных лекций, где часто можно увидеть, что человек на доске пишет пример, если это математика, его же решает. И, собственно, так и устроены эти самые лекции, разъясняя какую-то тему. Естественно, в мире, да, и в России это начало появляться. Вот, может быть, кто-то знает проект «Универсариум», он сейчас недавно стартовал. И есть прогноз, что через некоторое количество лет вот таких записанных лекций все будет больше и больше, стоят они в открытом доступе, можно заходить, смотреть, читать. И нам нужно понимать, а мы-то сами тоже что-то такое хотим делать, хотим с этим как-то считаться или не хотим. Как вариант, можно не хотим. Можно на это не обращать внимания, но кто-то делает, выставляет, и, в общем, что здесь плохого, мы это будем как-то использовать. Но, с другой стороны, возникает вопрос, что вот, представьте, вы работаете в руководстве университета, в руководстве института, к вам приходит студент, который очень хорошо продвинулся по одной из этих систем, изучил какую-то тему, ну так, глубоко ее прошел. Вы разрешите ему какую-то часть курса, которая идет у вас в институте, не посещать? Если он самостоятельно в этой теме, какие версии? Все-таки снимут уже. Ну, как обычно, на Курсере там модули, и рекомендуется перед прохождением различных модулей пройти еще ряд дисциплин. И в некоторых университетах, насколько я знаю... Илья Турмаков, мы будем чуть-чуть представляться, аспирант Института математики и информатики. Кого знаю, я представлю, кого нет. Вот, и некоторые университеты, как раз, насколько я знаю, в Курсере засчитывают свои курсы, вот эти модули. Допустим, разработка, программное обеспечение, программирование, алгоритмы. Это важная добавка, что на самом деле это не просто курс, который разбит на какие-то части и модули. Это курс, после которого идут определенные вопросы, тестирование. Человек на них ответил и, в общем, может двигаться дальше. Этот кусочек модуля мы зачтем. Вот возникает вопрос. Вот эти чужие курсы можно зачитывать у нас или нет? Кто как считает? Председатель совета студентов и аспирантов Георгий Гвардава. Игорь Михайлович, на самом деле, если... Студент гуманитар, к нам. Соответственно. Если говорить об учете баллов, это все-таки необходимо, значит, как-то завизировать где-то. Ну, я имею в виду оценочную таблицу, да, то есть то, что мы реально... Председатель, что нам это подходит, да? Что нам это действительно подходит. То есть, если это в рамках предлагаемого курса, тогда, пожалуйста, я думаю, это интересный опыт. Обычно так и делается. Это не просто зачет. Это когда один университет договаривается с этой системой, заключает договор определенный и говорит, давайте мы будем... А вот эта штука, она еще как-то светит, да? Вот, например, договаривается с какой-то системой и, значит, доверяет результатам этой системы, и курсы, пройденные там, зачитываются здесь. Обычный такой, в общем, вариант. Ну, и вот мы тоже задались этим вопросом, мы промониторили, значит, эти системы. Многие из них, ну, конечно, англоязычные, так сказать, только... Вот курсера сейчас начинает переводиться на русский язык, универсариум русскоязычный, что вот, может быть, бы где-то это начать зачитывать. Ну, и хотелось бы самим попробовать, а мы-то можем читать там какие-то лекции, которые интересны и могли бы быть записываемы для вот такого всеобщего обозрения, а может быть, их из отчета. Что вот когда мы наберем много разных лекций, мы, может быть, их сможем засчитывать. Ну, вот я хотел показать универсариум, можете его посмотреть, он так и называется универсариум.ру. Это проект, на котором уже сейчас выставлено несколько лекций по самым разным делам. Предпринимательство, значит, соответственно, экономическая тема, распознающая системы. Это вот, в общем, сейчас модная вещь, когда автомобили могут ездить без водителей, узнавая друг друга на дороге и достаточно безопасно передвигаясь. История русского театра, как история России, ну, в общем, абсолютно такая гуманитарная тема, никак не связанная с техникой введения в практическую электронику. Ну, и там еще много, это я просто взял один скриншот, который, вот, в общем, можно посмотреть. Видно, сколько каждую тему изучает. Вот, смотрите, этот проект стартовал всего лишь пару месяцев, наверное, даже меньше. И вот здесь уже полторы тысячи участников, пять тысяч участников, полторы тысячи и около двух тысяч в практической электронике. А, и курсы, они только начнутся. Вот, смотрите, этот курс начнется 21 апреля. И, в общем, не все, как правило, в этих всех системах не все доходят до конца, начинают что-то изучать. Неинтересно становится, бросил. Но некоторые доходят до конца и получают определенный сертификат, что они вот этот модуль прошли. Теоретически можно предположить, что за каждым модулем сидит не тот, кто учится. У вас есть братья и сестры, и можно. Но это риск такой, да? Что мы подумали, мы могли бы делать в связи с этим? Ну, вот мы тоже пробовали раньше Александр Михайлович Лабук, профессор Екатеринбургского университета, ну и ряд других университетов. Он читал у нас некоторые лекции. То есть мы подумали, что, во-первых, конечно, нам хотелось бы сюда привлекать преподавателей не только наших, так называемых визит профессоров, которые бы нам что-то привнесли. И самим своим появлением, ну, как-то, так сказать, все время нас подталкивали к тому, чтобы совершенствоваться, достигать все более новых результатов, пытаться находить новые знания какие-то и так далее. У нас были зарубежные коллеги. Оскар Бренифье, это французский, да, значит, знаменитый психолог. Дэвид Скотко, такой, чей он, Игорь Богданович, полуамериканский, полу-шанхайский, все-таки американцы. Ну, вот, разные люди, которые читали лекции, и мы поняли, что мы могли бы, вот, в первую очередь, что предложить. Во-первых, нам интереснее, ой, нам интереснее темы, которые содержат в себе некоторую тайну. Вот в русском языке есть два слова, одно называется тайна, одно тайна, другое загадка. Чем тайна отличается от загадки? Ну, кто-нибудь может версию сказать? Да, пожалуйста. Передайте микрофон. Доброходов Кирилл, заместитель председателя Совета студентов-аспирантов, Института психологии. Тайну, она раскрыта, и как бы ее можно выдать, рассказать, то есть это решенная загадка, да? А загадку нужно решать, то есть до нее еще могли люди не дойти, как, например, научное исследование, математическая задача какая-то. А тайну уже дошли. А тайну, конечно, уже раскрыли, да? Ну да, возможно. Все согласны или есть другие? А, вам кажется, что наоборот, да? А другие, как думают? Самые девушки стеснительные, значит. У кого какая версия? То есть тайна – это разгаданная, загадка – это еще неразгаданная, надо дойти. И обратная версия, что вот с точностью, наоборот, тайна – это вот скрытая, там, до нее еще докопаться надо, а загадка – это вот влажная. Сто одежек, все без застеживать. Ведь это что? Загадка. Вот мне, на самом деле, кажется, ближе наоборот. Ну, ваша интерпретация тоже заслуживает, возможно, использовать, да? Но мне кажется, в этом как бы смысл. Одно из этих слов – это еще вот надо копать, копать, и когда-то докопаешься до сути. А второе, ну, в общем, логистическим путем, размышлений, так, в общем, можно дойти, что сто одежек и без застежек – это все-таки капуста, а не огурец. Вот. Значит, мы подумали, что, может быть, нам действительно осмотреть какие-то лекции, которые в себе содержат, ну, не до конца отвеченный… Вопрос, на который не до конца ответ вообще в принципе понять. Ну, такая вот жизненная загадка. Что такое любовь? Никто не знает никогда. Вот, возможно ли мыслище педагогика – это тоже одна из тем. Возможно ли педагогика, которая учит мыслить? Ну, не просто осваивать определенные куски знаний, а прямо мыслить. Вот это тоже вопрос, который, ну, содержит в себе нечто скрытое такое. Значит, дальше мы думали о том, что у нас могут быть лекции, которые содержат именно живые исследования, ну, то есть какие-то области знаний, которые недавно найдены, еще, может быть, не везде описаны. Такие вот гипотезы и догадки свежие. У нас может быть подход, когда мы вот, ну, не просто транслируем, а пытаемся разговаривать и будировать какие-то вопросы. Ну, это очень важно, что вопросы создаются здесь и сейчас. Естественно, модульность, когда какую-то лекцию можно будет нарезать на определенные модули. И использование в работе разных институтов. Ну, конечно, есть определенные темы, которые можно и в одном институте использовать. То есть вот на эту тему, которую мы будем обсуждать сегодня, можно с разных сторон смотреть. Можно с психологической стороны смотреть, можно смотреть со стороны социальной, можно смотреть со стороны исторической. Ну, и вот разными типами размышлений пытаться ее схватить. И заявка на цикл лекций. Это предполагает, ну, про визит профессоров я уже сказал, заявка на цикл лекций. Это предполагает, что сама по себе вот такая открытая лекция, она может заявлять, ну, целую цепочку каких-то лекций в дальнейшем, семинаров, спецкурсов, как угодно. Ну, такая заявка. Знаете, введение в специальность. Вот это введение в определенную проблематику. Вот, значит, вот это как бы первоначальный замысел, в котором вы, собственно, все участвуете. Кому-то может он понравиться, кому-то не понравится. Кто-то скажет, я никогда бы онлайн-курс не изучал. Сидеть у компьютера, не слышать живого преподавателя, это ужасно. А кто-то скажет, да я эти уже преподаватели... Я бы лучше пару пар провел бы лучше спокойно, значит, изучая дома. И если мне это зачтут, почему бы и нет? Тоже такое время. Субтитры создавал DimaTorzok